Дерта Геспильгель, Германия Вот почему есть новые надежды на окончание войны на Украине. Клауди Афон Зальцен Дерта Геспильгель, Германия 28 августа 2019 года На полях саммита Большой Семерки Германия и Франции выступили с инициативой новой встречи в Верхах, посвященной конфликту на Украине. Туда будет приглашенный Путин. Это могло бы стать переломным моментом в нынешней ситуации. Российский президент Владимир Путин, конечно, не участвовал в саммите ГСМ во французском Биарице, но его имя в ходе встречи упоминалось. Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение Путина в этот клуб, но натолкнулся на сопротивление большинства других глав государств и правительств. Тем не менее канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон решили пригласить Путина на другой саммит. Франция и Германия в ближайшие недели организуют саммит в нормандском формате, чтобы добиться конкретных результатов, гласило короткое заявление по результатам встречи ГСМ в Биарице. Таким образом, Германия и Франция предпринимают очередную попытку положить конец войне на Украине дипломатическими средствами. С момента российской интервенции на востоке Украины в 2014 году погибли более 13 тысяч человек. В Донбассе сепаратисты, получающие от Москвы поддержку в виде оружия и живой силы, воюют против украинской армии. Проложить дорогу к миру должны были Минские соглашения, достигнутые в 2015 году, но их положения до сих пор не выполнены. Хотя ситуация на фронте давно остается неизменной, стабильного перемирия как не было, так и нет. Наблюдатели ОБСЕ в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках буквально ежедневно регистрируют десятки взрывов и иных нарушений перемирия. Нам нужно новые начала Германия и Франция пытались играть роль посредников в урегулировании этого конфликта. В июне 2014 года Меркель встречалась с президентами Украины, России и Франции в Нормандии, чтобы договориться об окончании боевых действий. Последняя встреча в таком формате, получившем название Нормандского, состоялась в октябре 2016 года в Берлине. Новый саммит мог бы, наконец, подстегнуть мирный процесс на Украине. Для этого сложились вполне благоприятные предпосылки. На Украине пришел к власти новый президент, Владимир Зеленский, выступающий за возобновление переговоров. «Нам нужно новое начало, новый толчок», — сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью нашему изданию. «Нам нужно, наконец, начать говорить и действовать». В конце президентства Петра Порошенко, предшественника Зеленского, русские, по словам дипломата, отказывались вести переговоры. Теперь же больше не может быть никаких отговорок. Встреча может состояться в сентябре. В Париже вот уже три года не было встреч в верхах, посвященных урегулированию конфликта на Украине. И это связано, среди прочего, с тем, что Берлин и Париж соглашались на новый саммит только в случае прогресса при выполнении ранее достигнутых договоренностей. Теперь же Макрон сказал в Биарыце, что появились предпосылки для полезного саммита. По словам французского президента, он мог бы состояться в сентябре в Париже. Перед встречей ГСМ Макрон пригласил Путина во Францию и обсудил с ним, в частности, тему саммита по Украине. В Берлине же говорят, что точная дата саммита пока не определена. В любом случае, в преддверии встречи внешнеполитические эксперты сторон пообщаются между собой. Глава МИД Германии Хайко Моас, Эйко Моас, на прошлой неделе встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым и потребовал от России конструктивного сотрудничества на востоке Украины. Впрочем, в Берлине поговаривают, что для немцев эта встреча, похоже, намного важнее, чем для русских. Как бы то ни было, Меркель и Макрон в Биарице четко дали понять, о возвращении Путина за стол переговоров в Большой Семерке можно будет говорить лишь тогда, когда Россия выполнит обязательства в рамках Минских соглашений по Украине. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.